и снова здравствуйте уважаемые зрители нашего канала науч студии с вами я сергей качан сегодня проверяем присадку для подшипников которая позволит увеличить скольжение то есть уменьшить силу трения оказывающую на подшипники качения или шарико подшипниковые ролики эта присадка добавляется в смазочные вещества в виде солидола литола масло и так далее значит были закуплены новые подшипники для асинхронного электродвигателя которые вы видите сейчас и при 50 герцах с помощью частотного преобразователя мы видим что по прибору 84 85 ватт потребление на холостом ходу подшипники абсолютно новые посмотрим ток и косинус фи напряжение 220 вольт косинус фи 0.51 ток 0.7 эти подшипники новые были установлены на этот электродвигатель полтора киловатта четырехполюсные значит работали на притирку подшипники двое суток двигатель достаточно прогрелся работал на холостом ходу сейчас мы его разберем наполним супер смазкой вот это чудо смазка какая-то присадка китайская давайте покажу добавим небольшое количество в подшипники и посмотрим увеличилась или уменьшилась потребление за счет этого мы сможем определить является ли это присадка как смазка для уменьшения трения повышение износа стойкости будем сейчас проверять сейчас я разберу электродвигатель накапываю по 2-3 капли и снова электродвигатель соберу и включу дальше я ему дам прогреться точно так же раскрутил болты и открываем всю эту конструкцию так сейчас будем смотреть на большие виде атор он кстати перемотан на обмотку славянка и честно говоря никаких преимуществ мною замечено не было по поводу мощности или экономии или ребята так наматывали потому что я обращался в некую компанию по перемотке асинхронных электродвигателей перематывали мне его два раза ни первый ни второй раз я никакой эффективности не увидел по крайней мере мы не заявили что перемотка осуществлялась на славянку крышку я снял сейчас будем поднимать резиновые колечки чем удобные резиновые колечки что очень удобно их приподнять сейчас я уберу колечко посмотрим что там внутри по консистенции смазка очень похожа на литол и так берем вот эту вот смазку я только что колпачок снял с нее ну и сейчас будем намазывать в эти места подшипников значит выдавливаем я думаю много выдавливать не будем одна капля вторая капля провернем немножко и третья капля а вот гель пошел нормальный такой кусок геля на всякий случай еще одну каплю загоню я думаю что я тут загнал больше чем надо больше как на холодец похож сейчас я его тут прокручу и щечки обратно поставлю на место и проделаю тот же самый момент со вторым подшипником и кладем кольцо обратно резиновое очень удобно менять потому что есть металлические такие как кольца сейчас вставляем его обратно легко и просто она складывается обратно ну вроде зашло в конструкции подшипника присутствуют пазики в которые резиновое колечко легко садится также под второй подшипник этого асинхронного электродвигателя заливаем также три капли этого материала раз два три я думаю тоже будет достаточно закрываем тюбик прокручиваем подшипник на резиновых щечках так же вот оно резиновое кольцо и так же его обратно складываем сейчас я его запакую все он уже лег так сейчас протрем их так ну и поставим сейчас в электродвигатель с обратной стороны также счетчики находятся здесь точно так же я все грамотно обратно поставил поставим в двигатель и посмотрим может быть денек поработать и мы посмотрим потребление по ваттметру обновленные подшипники снова смазкой с дополнительной кладем их сейчас обратно в электромотор так и закрываем крышечкой этот процесс свинчивания я вам уже показывать не буду так как я держу телефон одной рукой завинчивать мне крайне неудобно сейчас буду скручивать итак электродвигатель я скрутил смазка забита все готово ну давайте проверять берем ваттметр включаем так устройство заработало так вал так же вращается должно пройти какое то время и смазка должна преработаться 5 оборотов поставим выпускаем смазку разнесет по подшипникам со вчерашнего вечера я включил этот асинхронный электродвигатель непосредственно со смазкой целую ночь он вращался и вот на следующий день смотрим смазка уже наверняка размазалась электродвигатель теплый значит показываю что здесь 50 герц видите и смотрим что у нас по прибору прибор у нас показывает 79 ватт 79 и 5 79 и ну где то смотрите в районе 80 ватт то есть было на предыдущей смазке 85 ватт здесь уже 80 ватт так что смазка реально работает давайте еще в сети посмотрим напряжение и силу тока так 220 вольт 50 герц пах Dra dau g 0 2 0 0 0 0 0 следующий этап двигателю дали отлежаться одни сутки чтобы температура пришла комнатной и снова его запустили для того чтобы проверить не изменились ли параметры по ваттметру все характеристики прогретого двигателя точно также сохранились 80 ватт спасибо за внимание у кого остались вопросы задавайте их под видеороликом